Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Время новостей. Итоги» в студии Алла Матюханова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Город Хариш находится на расстоянии 150 километров от сектора Газа. С одной стороны – граница с Палестиной, с другой – с Ливаном. Несмотря на то, что обстановка в Хариши относительно спокойная и боевые действия территории города не коснулись, жителям выходить на улицу стало страшно. В городе такое чувство, что карантин или шаббат, суббота, то есть люди только ходят в магазин. На детских площадках или просто гуляющих людей нет только с шаббатами. В дни начала военного конфликта обострились проблемы с логистикой, доставкой продуктов и лекарств. Езда и в аптеках, и в магазинах на данный момент. Ну, подвозят. То есть в первый день было прям опустошали полки. Они опустошали полки, но есть перебои с водой, например. У нас на каждом езде стоят джипы с пулеметами. В городе увеличилось количество патрулей. Много волонтеров, даже мэр города, они патрулируют город. В Хариши закрыты все образовательные учреждения. Школы стараются обеспечить обучение онлайн. Но получается это с переменным успехом. В целом в Израиле не принято везать из страны. Недавно приехал в страну, кому есть куда уезжать. Они больше нацелены на то, чтобы уехать. Но, во-первых, есть проблемы с вылетами. Большинство уезжает от оттуда. Там много людей, туристов. Много людей по аэропорту. Все равно посиди были в аэропорту. И не все рейсы вылетают. Поезда от нас не ходят. То есть, возможно, будут какие-то корабли. Я не знаю, может быть, не дойдет до этого. Но это не так просто отсюда уехать. Нету сухопутного отхода. Напомню, что сейчас две российские авиакомпании «Азимут» и «Ред Винс» совершают рейсы в три города – Сочи, Махачкалу и Минеральные воды. Так, 10 октября из сочинского аэропорта в 13.30 вылетел самолет «Ред Винс» в Тель-Авив. А в 21.30 ожидается прибытие борта в Сочи. Авиакомпания «Азимут» совершит рейс в Тель-Авив 11 октября в 8.30 утра. Ну а сам Сочи продолжил жить своей жизнью. Две главные темы недели – подготовка к отопительному сезону и осенним дождям, влекущим подтопление. Так, в Хостинском районе приводят в порядок ливневые водостоки. Не секрет, что проблемные участки доставляли жителям неудобства. Территорию подтапливало, вода попадала даже в подъезды. Сейчас бесхозные сети приняли на баланс муниципалитета. Ранее каждый серьезный ливень заканчивался тем, что двор превращался в реку. С участков, расположенных выше, вместе с потоками приносила и грязь. Ситуацию описывает Павел Шураков, председатель совета дома номер 14 по улице 50 лет СССР. Четвертая, пятая ступенька в подъезде. Приходилось отключать свет, потому что щит заливало водой. Приходилось отключать свет. Машины затопленные были и убирали их оттуда, сюда вот на тротуар. Ну, на сегодняшний день, слава богу, все это уже позади. О ситуации жители рассказали на личном приеме мэру города. После этого сети и коллектор взяли на баланс города. Коммуникации прочищают, проводят текущий ремонт. Сейчас проводим работы по восстановлению пропускной способности. Работы будут проводиться в два этапа. Первым этапом проводим работу по расчистке его. Вторым этапом будем проводить строительство смотровых камер, которые позволят в дальнейшем его обслуживать. Работы стартовали в начале сентября и закончатся уже к концу месяца. Качество ремонта на месте проверили мэр Сочи Алексей Копайгородский. Работа проводится по вашим наказам. Я знаю, что в паспорте тоже все это написано. В целом работа проводится во всех наших районах. Вы знаете протяженность города, поэтому в ХОСТе тоже наши предприятия водостока на каналы выполняют свои задачи. А на соседнем участке по улице 50 лет СССР проводят работы по восстановлению тепловой изоляции. Заменят 15 метров коммуникаций в двухтрубном исполнении. Сейчас на месте работает бригада из четырех человек и три единицы техники. В прошлом году мы заменили дальше участок. В этом году не прошла прессовка теплотрассы. 15 метров уже поменяли. Сейчас изоляцию восстановили и будем восстановительные работы. До конца недели работы все закончим. Все работы... Это даст безаварийную работу, теплоснабжение в зимний период, чтобы не было отключений. Срок на проведение работ короткий. Он занимает буквально несколько дней. А в селе Краевско-Армянское состоялся сход граждан. Они встретились с главой Хостинского района. Обсуждались как ранее поднятые вопросы, так и возникшие совсем недавно. На сходе присутствовали и представители ресурсоснабжающих предприятий. АО «Сочи Гургаз» и МУП города Сочи «Водоканал». Вопросы, которые возникают, нужно понимать, как на них реагировать и оперативно устранить проблемы. Сход граждан, проходящий в формате диалога, помогает поддерживать постоянную связь с жителями. Если существуют какие-либо неполадки, их возможно решить сразу, на месте, не откладывая в долгий ящик. По поручению главы города Алексея Сергеевича Капайгородского данные мероприятия проводятся еженедельно. На подобных встречах мы можем услышать пожелания наших уважаемых жителей, рассказать нашим жителям, что уже на сегодняшний день сделано, какие процессы идут и какие планы на будущее. На сходе обсуждались актуальные вопросы, касающиеся каждого жителя напрямую. Среди них – тема водоснабжения, газификации, освещения темных переулков и восстановления дорог. Большая техника, там уже дальше не проходит. Большая техника не проходит, будем искать маленькую. Ну да. Спасибо. Вопрос транспортного обеспечения также находился на повестке дня. Мы по поводу автобуса школьного. В данный момент, вот уже с того года, у нас сейчас будут собираться подписи, у нас есть уже заявления, у нас есть фотографии, которые делались на остановках школьных, ну где может останавливаться школьный автобус. В основном как бы нас интересуют дети и транспорт села Краевско-Армянского. Администрация, естественно, принимает усилия, много направляются специалистов, чтобы поднять вопросы. Вот нам это приятно, но отнимается, естественно, время у людей, которые работают и у людей, которые заняты другими задачами. По словам местных жителей, это уже не первое собрание за этот год. Обращения, поданные и в 2022-м, и в 2021-м, были приняты. Часть работ уже выполнена, а оставшуюся часть селяне надеются увидеть, окончательно завершенной к 2024 году. Задать свой вопрос главе может любой желающий. График проведения таких мероприятий составлен и опубликован в сети интернет. Также проводится информирование жителей того или иного микрорайона, в котором будет проходить встреча. Валерия Асачи, Дмитрий Петрик, Время новостей. В Лазаревском районе на этой неделе взоры были прикованы к 12-этажному дому для переселенцев из аварийного жилья. На сегодняшний день готовность объекта 25%. Но темпы строительства ударные. В месяц там возводят по три этажа. Таким образом, к концу декабря возведение корпуса здания завершат. На месте строительства побывал глава Сочи Алексей Копайгородский. Он отметил, что строительство жилья для переселенцев в год архитектуры проводится при поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Программа в целом по городу, Петр Ильич, будет продолжаться. Опыт есть. Поддержка сегодня нашего губернатора Венича Кондратьева по постройке домов для аварийного переселения. Они будут строиться в такими темпами, хорошими подрядными организациями, которые себя зарекомендовали большими темпами, с территориями благоустройства. В принципе, у вас здесь со всех сторон прекрасный вид. Горы, море, река, все самое лучшее. Увидели, что это монолитный, надежный дом. Будет отопление, будем жить, радоваться. Рядом будет школа, рядом садик. Планируется построить бассейн. Так что дети будут довольны. Прогулочная зона тоже рядом. Как бы все блага для житья, все у нас здесь будет. В доме будет 106 квартир с планировкой от одной до четырех комнат. Уже заключены договоры на техническое присоединение объекта к водо-тепло- и электроснабжению. С января начнутся работы по внутренней отделке. Дом планируют сдать к середине весны следующего года. И теперь об одной из самых, пожалуй, резонансных тем. Касается она автомобилистов, паркующихся на обочинах городских улиц. Минувшая неделя была последней, когда это можно было сделать по старинке. Уже с понедельника так называемые парковочные места на автомобильных дорогах Сочи станут платными. Уже на протяжении нескольких дней подрядные организации наносят на этих площадках разметку и устанавливают информирующие дорожные знаки. В рамках первого этапа реализации проекта будет организовано более тысячи таких платных парковочных мест. Это делается главным образом для борьбы с пробками. Хаотичная парковка на улицах создаёт аварийные ситуации, мешает нормальному движению и других машин, и пешеходов. Появление платных парковочных мест освободит дороги, поможет улучшить обстановку на них. И что немаловажно, позволит без помех двигаться и транспорту служб быстрого реагирования, и коммунальному спецтранспорту. Ну а средства, которые поступят в бюджет, можно будет направить для развития городской уличнодорожной сети. Парковочное пространство появится на главных улицах в трёх районах курорта. В Центральном районе – это отрезки на улицах Соколова, Войково, Чайковского, Кооперативной, Паярко, Несепрской, Конституции СССР, в переулках Морской и Электрический. В Хостинском районе – на участках улиц Гагринская, Черноморская и проспекта Пушкина. В Адлерском районе выделят участки улиц Кирова, Просвещения, Демократической и Гоголя. Придорожные парковки будут работать с понедельника по пятницу с 8 утра до 20 часов. Стоимость – 100 рублей в час в Центральном районе, 80 рублей в Адлерском и 48 рублей в Хостинском. Ночью, а также выходные и праздничные дни – бесплатно. Если парковаться на короткое время до 15 минут, то оплачивать тоже не нужно. Кроме того, от оплаты освобождаются машины с инвалидами за рулем или перевозящие их, если на автомобиле установлен соответствующий знак и используется специально выделенное парковочное место. Предусмотрено несколько способов оплаты. Через личный профиль на сайте parkingsochi.ru, через мобильное приложение ru-parking, терминалы Kiwi или с помощью СМС-сообщения. Заплатить нужно будет в течение 15 минут после въезда в зону платной парковки. Подробный алгоритм действий есть на сайте parkingsochi.ru. За неуплату предусмотрен штраф – 3000 рублей. Контролировать это будут автомобили со специальным аппаратно-программным комплексом. Эта информация подробная размещена на сайте администрации города Сочи. В настоящее время Департаментом транспорта и дорожного хозяйства проводятся подготовительные работы. Устанавливаются ещё информационные щиты для того, чтобы пользователь, водитель, собственник транспортного средства мог посмотреть всю необходимую информацию, правила пользования парковочным пространством. Новые правила вводятся 16 октября в следующий понедельник. И это будет лишь первый этап. Вторым предусмотрена организация платного парковочного пространства и в Лазаревском районе курорта. Всего в Сочи определены 79 автомобильных дорог, где возможно устройство парковок для более чем 4300 автомобилей. На этой неделе были названы самые аварийные в 2023 году участки на дорогах к морю в Краснодарском крае. Лидерами антирейтинга стали 11 трасс, на которых за 8 месяцев суммарно произошло 42 ДТП. В список опасных попала и трасса А147 Джубга – Сочи. На ней водители чаще всего превышают скорость, не соблюдают дистанцию, а пешеходы игнорируют зебры и светофоры. Возможно, ситуацию эту изменит появление совершенно новой трассы Джубга – Сочи. Кстати, на этой неделе стало известно, что на строительство выделят 157 миллиардов рублей. Эти средства передадут Автодору в ближайшие три года. Так, в 2024 году компании планируется выделить 59 миллиардов рублей, в 2025 – 55, а в 2026 году – 43 миллиарда рублей. Напомню, ранее говорилось, что строительство скоростной трассы Джубга – Сочи, которая станет дублером существующей загруженной дороги А147, обойдется примерно в полтора триллиона рублей, если исходить из текущих цен. Четырехполостная дорога пойдет в обход береговой полосы и городской черты. В рамках проекта построят три обхода городов – третью очередь обхода Сочи, обход Туапсей и обход микрорайона Лазаревская. Они разгрузят дороги и повысят мобильность крупнейших городов Черноморского побережья. В январе глава Автодора заявил, что строительство новой трассы между Джубгой и Сочи планируется закончить к 2028 году. Сейчас мы прервемся на рекламу, она пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника Ура-Про. Рекламное агентство Макс Медиа. Делаем рекламу, которая работает. Комплексно, выгодно, профессионально. Рекламное агентство Макс Медиа. Живи с нами в одном ритме, на одном дыхании, в одном горде. Настройся на Сочи. Настройся на Макс ФМ. Итоги недели в эфире. В студии Алла Матюханова. Чем еще запомнились уходящие семь дней? Конечно, даты, которые мы отметили в понедельник. 80-летие освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 9 октября 1943 года завершилось одно из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Битва за Кавказ. Сегодня на территории всего края прошли возложения цветов к мемориалам. Героев почтили минутой молчания. Сочи не стал исключением. В завокзальном микрорайоне сегодня торжественно открыли аллею маршалов. На ней увековечены имена героев, выковавших победу в Великой Отечественной войне. Восемь первых бюстов крупных военных деятелей на мемориальном комплексе были установлены в этом году, к 9 мая. Еще шесть установили ко дню освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. События Великой Отечественной войны навсегда останутся в нашей памяти. В церемонии открытия приняли участие представители власти, городская общественность и студенты. Всего около 4 тысяч человек. Они почтили память солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к вечному огню. В честь торжественного открытия аллеи маршалов был дан оружейный салют. 9 октября 1943 года освобождением Краснодарского края завершилась битва за Кавказ. Войска 56-й армии в результате стремительной атаки разбили врага и к 7 утра вышли на берег Керченского пролива, завершив последний этап битвы. За 30 дней ожесточенных боев было разгромлено 10 германских и румынских дивизий. Четырем нанесен тяжелый урон. Налоги. Вот еще одна тема недели. Владельцы недвижимости, транспорта и земельных участков уже получают налоговые уведомления с начислениями за 2022 год. Что делать, если квитанция к вам не пришла? Какие изменения могут появиться в суммах налога? И какое наказание ждет тех, кто не оплатил налоги в срок? Об этом мы не только говорили в студии программы подробно. И вот фрагмент интервью. Если раньше мы уплачивали налоги, соответственно, по разным реквизитам, это, ну вот мы будем говорить, транспортный налог отдельно, земельный налог отдельно, налог на имущество физических лиц отдельно, то с этого года у нас единое налоговое уведомление, где перечислены расчеты по всем налогам, но счет один единый для уплаты. То есть это как такой своеобразный электронный кошелек. Гражданин уплачивает одну сумму, и уже с этого счета налоговые органы самостоятельно распределяют по налоговым обязательствам суммы, необходимые по каждому налогу. Но он же видит, на что пошло, например, вот это за то, что за землю, например, вот это за машину. То есть нету такого, что там общую сумму выставили и все. Нет, конечно, в налоговом уведомлении указаны каждый налог отдельно, перечислены объекты, перечислены суммы по каждому налогу, соответственно. Полную версию программы подробно смотрите сразу после итогового выпуска новостей. Также она доступна в наших ВК-видео «Сочи-24». Еще одно заметное событие недели в Сочи прошел форум «Биотехмед», где представили отечественные новинки в отрасли здравоохранения. В первый день площадку посетили министры промышленности и торговли России Денис Мантуров и здравоохранения Михаил Мурашко, а также губернатор края Вениамин Кондратьев. Новинки фармацевтики, инновационные протезы и система дополненной реальности для хирургов. Достижения в области промышленной медицины представили на выставке федерального масштаба «Биотехмед» в Сочи. Это электрокардиограф, с помощью которого можно удаленно отправлять медикам показания и тут же получить экспертное заключение. Здесь приходит заключение, которое мы можем тут же распечатать. А в инновационном центре занимаются разработкой бионических и тяговых протезов. Практически все детали с российской пропиской. Я сама пилот-испытатель. У меня одна из самых интересных и нестандартных профессий в мире. Я самая первая, тестирую все новейшие разработки в протезировании. Все изделия индивидуальные. В принципе, в мире протезирования всегда берется слепок с конечностей. И каждый протез, как туфелька Золушки, если я его потеряю, то, в принципе, меня можно будет найти протезом, потому что никому больше он не подойдет. Это первый стенд, который на выставке посещает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр здравоохранения Михаил Мурашко и губернатор края Вениамин Кондратьев. Среди посетителей выставки фигурист Роман Костомаров, который пережил ампутацию, теперь заинтересовался в отечественных бионических протезах. То, что спасли меня, конечно, это бургеря врачам. Спасибо большое. Спасибо вам, спасибо большое. Спасибо. Центральным событием первого дня форума стала планерная сессия. Здесь обсудили технологическую независимость страны в отрасли здравоохранения. Решения и те направления, которые сегодня предприятиями осваиваются, реализовываются, это все вписывается в ту идеологию, которую мы закладывали много лет назад, имея в виду импортозамещения, технологическую независимость в области фармацевтики, медицинских изделий, медицинской техники. Все то, что здесь представлено, это реализовывается в рамках той стратегии, которую мы первого этапа реализовывали и уже перешли ко второму этапу. Поэтому рад за коллег, они успевают вовремя выводить на рынок новые решения. Вениамин Кондратьев рассказал о достижениях Кубани в этой отрасли. Главный показатель – это индекс производства, который вырос относительно показателей прошлого года. Житница и здравница страны планомерно перестроилась и стала производить препараты, в которых возникла потребность. У нас рост индекса промышленного производства в целом по крайней мере 108% по сравнению с прошлым годом, аналогичным периодом. А если брать лекарства и медицинские материалы, там на 36,5% рост. А если вообще говорить, наш регион, он аграрный и санитарно-курортный. Никогда не был традиционным регионом, где выпускались лекарства, медоборудование, но тем не менее, сегодня спрос рынка, он предопределяет, в том числе и, конечно, как я уже сказал, разворот бизнеса на этот спрос. И у нас сегодня здесь, на этом форуме, 15 предприятий. 15 предприятий края, которые представили свою продукцию. Это и лекарства, это и биодобавки, это и медицинские материалы, и уже аппаратура, и средства дезинфекции. На форуме также поднимали вопросы экспорта лекарственных средств и медицинских изделий, ценообразования и патентного права. А тем временем в Сочи завершилось строительство школы в микрорайоне Министерские озера, названной в честь писателя Николая Островского. Начался этап подготовки к вводу нового учебного заведения в эксплуатацию. По мнению главы города Алексея Копайгородского, посетившего соцобъект, школа отвечает всем современным стандартам. В ней одновременно смогут обучаться до 1100 учеников. Комплекс зданий площадью 30 тысяч квадратных метров включает в себя корпуса для младших и старших классов. Как отметил мэр Сочи, такое количество учеников обязывает особо внимательно проработать логистику всего микрорайона. Очень важно сегодня сделать логистику. Логистику для детей, для подвоза продуктов, для технического заезда, чтобы здесь и транспорт заезжал в необходимом количестве. И самое главное сейчас упор на благоустройство. Пока погода позволяет, чтобы мы уже все, конструктив стоит, здание мы видим, проверить освещение уличное, чтобы достаточное было. Глава города также поручила организовать у школы отдельную остановку общественного транспорта. Павильон должен быть нестандартным, шире, чем обычно. Это необходимо для безопасности детей. Внутри же здания – десятки классов, оборудованных по современным стандартам. Так, в кабинете физики предусмотрена специальная подвесная система, которая позволит ученикам подключать все необходимое оборудование и проводить эксперименты. Помимо этого, в школе сразу три спортзала с цифровой разметкой, меняющиеся в зависимости от вида спорта. Ультрасовременный актовый зал с мультимедийным экраном диагональю в 10 метров, а также полноценный медпункт и даже планетарий. При входе в школу ученики и учителя будут попадать в атриум высотой 12 метров, где расположена зона ожидания и полноценной лектории. Ну а на крыше школы оборудованы сразу несколько спортивных площадок и зон отдыха. Алексей Копайгородский считает, что уже пора набирать штат педагогов. Почему важен директор, чтобы он уже набрал педагогов по направлениям, и они как раз современное оборудование уже взяли в оборот, чтобы они могли всем этим управлять, содержать, использовать, и интересно все это показывать для школьников, естественно, на самом высоком уровне. При строительстве школы уделялось особое внимание и системе безопасности. «Полностью выполнена система безопасности. Это камеры, это системы скуд, это металлоискатели на входе, металлические рамки, также диспетчерская. Все полностью по новейшим технологиям школа оборудовано». Безопасны и игровые зоны на крыше. Там установлены ограждения и специальные металлические решетки. Жители микрорайона уже ждут открытия школы. И есть вероятность, что первые уроки пройдут в новом учебном заведении уже в этом учебном году. А теперь новости из Центра восстановления леопарда на Кавказе. Его сотрудники заменили маму одному из котят, рожденных в середине лета. А министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов взял его под опеку. Котенку дали кличку Умка. Он родился 8 июля у трехлапой самки Олимпии. Спустя время она стала игнорировать своего малыша. Чтобы он не погиб от истощения, специалисты Центра взяли его на искусственное вскармливание. Сейчас маленького хищника кормят смесью, постепенно вводя в рацион котенка мясо. Как говорят эксперты Центра, малыш не сможет самостоятельно жить в дикой природе, потому что не боится людей. Когда Умка вырастет, ему подберут пару, и он сможет дать потомство. Сувениры съедобные и несъедобные. Скупают в эти дни туристы, закрывающие сезон. В сети гуляют целые списки того, что же можно купить в память об отдыхе, возвращаясь с моря. Моя коллега Дарья Крыжечковская задалась целью выяснить, что же наши гости увозят в свои города из Сочи. В поисках истины она отправилась на пустейшие пляжи. Там она пообщалась и с продавцами сувенирных товаров, и с туристами. Сезон отпусков подошел к концу. Большинство туристов, заняты последними хлопотами, собираются в дорогу. Для того, чтобы путешествие осталось в памяти как можно дольше, мало одних воспоминаний и фотографий. Отдыхающие любят привозить из разных городов сувениры. И Сочи, конечно же, не исключение. В сувенирных лавках большой ассортимент товаров. От декоративных ламп с ракушками до посуды и другой бытовой утвари. Только за последних три месяца лета Сочи посетила более трех с половиной миллионов туристов. И все они обязательно увозят с собой подарок – памятные сувениры или угощения. В этом году особой популярностью пользуются чурчелла. Ну или, как ее сами называют, продавцы – сочинский сникерс. К примеру, только вот к этому прилавку в день подходит около 20 человек. Цены на памятные подарки самые разные – от 50, 100 рублей и выше. Чурчелла – от 90 рублей. Продавцы рассказывают, что гостям, к примеру, с севера чаще всего приходится по вкусу чай, чтобы согреваться холодными зимними вечерами. А вот любителям готовить нравятся наши ароматные специи. Их чаще всего дарят мамам, бабушкам и тещам. Вот хочу купить сувениры дочке, сестре и маме. Что будете покупать? Ну, я думаю, что-нибудь тематическое. Море, русалки, дельфинчики. Мочалки джутовые с мылом, ложки именные. Брелок, хочу еще купить браслет с талисманом, с каким-нибудь. А из какого вы города? Из Луганска. Первый раз. В Сочи прекрасный город. В Сочи все здорово, отдыхать хорошо. Но надо уезжать, поэтому надо подумать о сувенире. Кому будете дарить подарки? Друзья. Одежда, головные уборы, браслеты, посуда и сладости – все это и многое другое радует глаз. И, конечно же, магнитики с эмблемой Сочи. Это старая добрая классика. Их увозят с собой почти каждый. Да, везем своим близким. А что покупаете? Магнитики, мыло и такие мелкие сувениры. Покупаю сувениры, подарки родственникам, родителям. А что ты покупаешь? Магнитики. Только магнитики? Да, ну и ложку себе купил чайную. Кто-то скоро поставит на полку красивую рамку с ракушками и памятной летней фотографией. Кто-то сварит борщ и добавит вкусных специй. А кого-то просто будет радовать брелок на ключах от дома. Туристы верят, в каждом из этих сувениров есть маленький кусочек Сочи. Он будет не только напоминать об отдыхе. Но и подобно магическому талисману обязательно поможет вернуться на этот берег моря следующим летом. Дарья Крыжечковская, Дмитрий Петрий. Время новостей. Пока кто-то прощался с морем, лыжники и сноубордисты на этой неделе потирали руки. И даже начали готовить снаряжение к сезону. Ведь в Сочи заглянула настоящая зима. Точнее, в горный кластер курорта. Ночь на 9 октября. Неожиданный подарок осени обрушился на вершины гор выше 2000 метров. Как заявили эксперты, горнолыжный сезон в Сочи может начаться уже в ноябре. Первый снег выпал в горах 9 октября. На курорте «Красная поляна» на отметках выше 2200 метров, а также в уникальной горно-климатической зоне «Цирк-2». Температура воздуха здесь плюс 2 градуса. В то время как на побережье средняя температура днем плюс 17. За два дня в горах выпало около 2 сантиметров снега. Несмотря на то, что покров пока недостаточно плотный, специалисты уверены, предстоящая зима порадует любителей горных лыж и сноуборда. Напомню, в прошлом горнолыжном сезоне Сочи посетили 630 тысяч человек. Склоны всех курортов ежедневно посещали почти 14 тысяч любителей активного зимнего отдыха. И на этом у меня все. Самые актуальные новости курорта в нашем телеграм-канале «Сочи-24 ТВ» и на странице ВКонтакте. Связаться с нами можно через мессенджер WhatsApp. Номер на вашем экране. Какой будет следующая неделя, покажет время и мы. Так что оставайтесь в «Сочи-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова